Доброго всем времени суток, дорогие друзья и товарищи! С вами Ирина, и мы по-прежнему читаем Дом и Лёзы. Говорю тихо, так как уже поздно. С микрофоном тут попыталась кое-чего подшаманить. Дело в том, что я недавно замок Магека решила пересмотреть. Так мне там показалось, что мой голос почему-то звучит чище, чем обычно. Что-то я тогда накрутила в своих настройках. Я сейчас попыталась применить те или иные варианты. Почему-то ничего не подошло, так что пришлось все оставить как было. Такой вариант видимо самый оптимальный. Ну что ж, что у нас по сюжету. Жизель вынудили предать... Господи, забыла как его зовут. Буквально пару дней не записывала. Мишеля вылетела из головы. Ее буквально вынудили предать Мишеля для того, чтобы, собственно, сохранить свою честь, свою жизнь. Ей придется отвезти мужиков из деревни в его особняк, чтобы они его обокрали. И хотелось бы верить, что этим все дело и ограничится. Но как мне подсказывает шестое чувство, сила Мишеля или что-то в этом духе, именно здесь себя и проявит. Вряд ли он позволит вот так вот запросто им все взять и обокрасть. А может быть даже и на жизель накинется. А может быть и защитит. Кто знает. Не узнаем пока не прочтем. Поэтому давайте вперед. На пороге весны я снова брела сквозь мрачный лес, в который, как мне казалось, больше никогда не ступит моя нога. Как я здесь оказалась? Как так выходит, что я никогда не могу избежать подобных ситуаций? К ней как будто бы лепнуть неприятности, а она притягивает их. Есть такие люди. И кто бы мог вообразить, что целью моего возвращения в этот особняк станет грабеж? Я молила Господа проявить хоть малую толику милосердия и сделать так, чтобы Мишеля поблизости не оказалась. Но особняк он не покидает, поэтому маловероятно, что твои молитвы помогут. Хоть я и знала, что вероятность этого практически равна нулю. Спустя несколько часов мы пробрались сквозь плотные листы на зарсле и пред нами предстал особняк. Дом выглядел мрачным и неприветливым, как и все вокруг него. Казалось, даже полуденное солнце не желало его освещать. Несмотря на то, что снаружи дом не производил особо сильного впечатления, вся толпа безмолвно застыла, пораженная его ошеломляющим видом. Но у мужчин было оружие, и их переполняло алчностью, придающая им храбрости приблизиться к месту, от которого они обычно держались бы подальше. А вот это уже все как аллюзия на Вестию. На то, как Хави поднял отряд и пошел вместе с остальными мужиками его убивать. Дверь не открывается. Похоже, она закрыта изнутри. Видимо, в этом проклятом месте проклятом месте. И в самом деле кто-то живет. По правде говоря, я удивлен. В особенности тому, что здесь обитает не ведьма, а просто дворянин. Дверь старая, мы можем ее выломать. Да, давайте ее вышибем. Постойте, мне нужно вести себя так по-варварски. Вы хотя бы подумали о том, чтобы постучать в дверь, как нормальные люди? Вы ведете себя, как банда воров. Ха, гляди-ка, как ты заговорила. А кто, по-твоему, предложил этот план, Жизель? Ты. Ну что, ребята, вы готовы к жизни в роскоши? Ломайте дверь. Господи, этот Амиди, который так прилично себя поначалу вел. Как он мог опуститься вот до такого состояния? Неужели, правда, мужчины идут на все для того, чтобы выглядеть хорошим и благородным в глазах девушки? Только за тем, чтобы, извиняюсь, затащить ее в постель. А потом, когда она отказывается, они открывают свое истинное лицо и ведут себя очень подло. Прекратите! Из-за этой чертовой знати нам так тяжело живется. Они заслуживают того, чтобы их грабили. Ломайте ее! Ломайте дверь! Пожалуйста, прекратите это! Ломайте ее! Ломайте ее! Ломайте ее! Перестаньте! Все их доселе сдерживаемые эмоции вырвались наружу. Они ударяли в дверь снова и снова и снова. И спустя несколько минут она уже едва держалась. Они кричали, ликовали и свистили, как безумцы, пока моя спокойная жизнь рушилась у меня прямо на глазах. Из-за нарастающей в моем сознании тревоги у меня закружилась голова. Я зазмурилась не в силах боли этого выносить, когда с тяжелым скрипом, эхом прокатившимся по лесу, дверь отворилась. По-видимому, вы не осознаете, в чей дом пытаетесь вломиться. Как у него волосы красиво развиваются. Потрясающе должно быть арт просто. Все вокруг стихло, словно время замерло. Никто не смог проронить ни слова. Лишь изумленно влететь на человека, показавшегося из особняка. Вам наверняка известно, как прозвали это место. На слепительных лучах полуденного солнца кожа его казалась алебастровой, отчего кровь стыла в жилах, а длинные белые волосы были практически прозрачными. Так что вы определенно явились сюда подготовленными ко всему, с чем бы ни пришлось столкнуться. И его глаза. Были словно две пламенеющих адским огнем бездны, пристально глядящих по грабителям. Я полностью хочу этот арт посмотреть. Просто прекрасно. По-моему, что-то на ютубе я погуглила этот летсплей, и вроде как есть даже артбук по этой игре. Интересно было бы посмотреть. Все-все арты, видимо, там собраны. Картинки тут очень красивые. За исключением цыгышек, которые, как в монохромном небе, выглядят, ну, откровенно говоря, убого, но зато, глядя на них, можно воображение свое подключать. — Демон! — пробормотал кто-то, возможно, неосознанно. Однако он и в самом деле выглядел, как кто-то, явившийся из нового мира. — Ах, это... это демон! Слухи об этом месте были правдой! Здесь живет проклятый демон! — Демон? Он? Мишель? — Нет, он не прок. — Верно. Я проклят. Ну и теперь-то не приходится, в общем, сомневаться, почему Жизель путала его с белокурой девушкой. Ну, потому что он на самом деле белокурый, только парень. И кожа у него такая же бледная, и глаза такого же цвета, и белые волосы. — Проклятие ведьмы? Реально. Я унаследовал его в полной мере, так же, как и ее стремление. — Ты хочешь сказать, что это твоя мать ведьма? — Ведьма, демон, нечестивый дух. Зовите меня, как пожелаете. Но истина неизменна. В себе я несу извечное проклятие. Узрите плоть мою, бледную, как луна. Под этой кожей не течет алая кровь, как у вас. Узрите волосы мои, полностью лишенные цвета, как подношение дьявола в знак нашей сделки. Узрите мои алые очи, символ, пролитый моими руками крови живущих. Я обрушу на вас бедствие, как ведьма, о которой гласит легенда. Нескончаемый глад, чуму, катастрофу, страдания на многие поколения. До самой своей смерти вы будете сожалеть, что осмелились приблизиться к этому месту. Извините, я, может, сейчас атмосферу немножко нарушу, но мне кажется, он их просто пугает своим необычным внешним видом. Вот и все. И никакой сверхспособности типа убивать прикосновениям у него на самом деле нет. Нет, нет, сживайтесь. Мы просто... Всему виной эта женщина. Она нас сюда привела, соблазнит нас обещаниями богатства. Обманут нас, сказав нам, чтобы мы ограбили этот дом. Мы невиновны. Трус позорный. Поведи. Пожалуйста, сжальтесь над нами. Отдайте ее мне в жертву. Хитроумно. Безусловно, она ваша. Мучайте ее, как пожелаете. У меня еще одно условие. Никогда вновь вы больше не подойдете близко к этому дому. Если вы хотя бы помыслите об этом, вы умрете от моего проклятия. Я, я клянусь, мы не вернемся. Бежим, уходим отсюда. Вот трусы жалкие, испугались. По-любому, Мишель просто спектакль устроил. Вот и все. Селяне, опрометью, без оглядки бросились в лес. И Амиди, человек, который спас меня той ночью, бежал вместе со всеми. Существует ли доброта в этом мире? Я больше не знала, во что мне верить. Не думай, что я тебе помогала. Его голос обрушился на меня, но я не могла поднять его. В моей груди была зияющая пустота. Я больше не знала, что за вопросом мне следует задавать. На что мне злиться? О чем грустить? Я даже не представляю. Посмотри на меня. Посмотри на меня, Жизель. Нифига. Аж испугалась на секунду. Скажи мне, это правда, что ты вернулась в особняк, чтобы его разграбить? Что ты привела сюда этих людей, чтобы силой отнять у меня мои ценности? А ты тогда разжил этими ценностями, хочешь сказать? Ответь мне, Жизель. Да, это правда. Я убедила их в том, чтобы украсть у вас. Тебе что, так отчаянно необходимы деньги, что ты готова прибегнуть к воровству? Сколь же низко ты можешь пасть? Ты не только соблазнила моего отца. Ты не только пыталась разнюхать информацию обо мне. Ты привела грабителей в мой дом. Господи, ты хоть выслушай, пойми. Зачем она это сделала? Вообще в тебе ни капли сострадания, что ли, нет? Извините, Мишеля с четвертой двери мне нравился больше. Я хочу туда. Я согласна на ту историю. Мне не нравится то, что происходит в этом. Но вот так бывает со всяким, кто решает докопаться на правду. Правда? Простите за каламбур. Потому что правда всегда оказывается неприятной. И они были вооружены. Ты что, пыталась меня убить? Тебя убьешь. Ответь мне, Жизель. Ты что, даже не собираешься защищаться? А к чему ей? Ей же нечего терять. Твой план не сработал, поэтому ты уходишь от ответа? Ах, господи. Ты мне омерзительна. Все кончено. Все кончено. А что-то начиналось? А кинь это место. И никогда больше здесь не показывайся. Пока он кричал на меня, а я смотрела в его пламенеющие алые глаза, несколько неуместная миссия промыкнула в моем сознании. Так он тоже может проявлять эмоции, как и все остальные. И мое сердце, обнаженное, ненесенное волной в морскую пучину, наконец погрузилось достаточно глубоко, чтобы быть раздавленным давлением. Меня... Что? Если хотите, чтобы я ушла, тогда убейте меня. Вы ведь можете это сделать, не так ли? Вы можете применить свое проклятие, чтобы убить меня, разве нет? Тогда сделайте это, прямо здесь. Используйте свою силу. Заберите мою жизнь. И если вы не хотите этого делать, тогда пронзите меня своим ножом. Убейте меня! Убейте меня! Убейте меня! Что? С меня хватит. Я не могу этого выносить. С меня довольна этого мира. Никто не верит ни единому моему слову. Никому нет дела до того, что я чувствую. Они просто наступают на меня, смеясь. Почему? Скажите мне, почему? Почему это происходит со мной? Я никогда ничего не крала. О чем ты говоришь? Я старалась изо всех сил выглядеть счастливой. Мне казалось, что все образуется, если я буду продолжать улыбаться. Я думала, что от этого станет лучше. Но ничего лучше так и не стало. Что я такого сделала? Скажите мне, что я сделала? Что ты? Но ты... Все, что я делала, все, что я когда-либо делала, так это верила. Старалась выжить изо всех сил, всегда улыбаться. Но если во всем моя вина, и я должна жить с этим до конца своих дней, тогда с меня довольна. Я больше не хочу жить. Не хочу больше жить в этом мире. Успокойся, пожалуйста. Я не понимаю, о чем ты говоришь. В моем понимании, ты хотела денег, поэтому привела сюда грабителей. А до этого ты использовала моего отца. Вы не поверите мне, даже если я расскажу вам реальную историю. Вы поверите своей семье, а не мне. Вы даже не представляете себе, через что мне пришлось пройти. Как это было трудно, просто держаться. Что? Мне никогда не нужно было богатства. Все, чего мне хотелось, так это достойного заработка, чтобы позволить своей семье жить в комфорте. Это все, чего я хотела. Но... Но этот человек, он... Он использовал мою семью против меня. Он... Он... Он заставил меня. Принудил... Меня. Меня. Он... Он... Он насиловал меня. Что? Снова и снова, несмотря на то, как я сопротивлялась. Он не останавливался. Снова и снова. Он угрожал мне. Бил... Бил меня. Резал меня ножом. Снова и снова и снова. Мой отец изнасиловал тебя. Никто мне не поверит. Я... Я ничего плохого не сделала. Но вы ведь мне тоже не верите. А ведь так? Поэтому с меня хватит. Мне больше не нужно это тело. Я больше не хочу так жить. Я больше не могу этого выносить. Пожалуйста, помогите мне. Освободите меня. Убейте меня. Убейте же меня, наконец. Используйте свое проклятие. Не убейте меня. Убейте меня. Ну, не буду кричать. Почему? Потому что уже объяснила, почему. Хотя эта серия, конечно, очень эмоциональная должна быть. Дай мне... Дай мне один момент. Мне нужно время, чтобы это переварить. Вы ведь можете это сделать. Разве нет? Тогда убейте же меня, наконец. Убейте меня. Убейте меня сейчас же. Убейте меня. Черт возьми. Дай мне время, чтобы мы могли это обсудить. Я хочу услышать все с самого начала. Внутрь. Идем внутрь. И там поговорим. Свет. Причиняет боль моим глазам. Сильная сцена. Надо мешать, наконец-то, дошло. До него, наконец-то, доперло. Блин. Фух. Это была дверь, которую мне лучше было не открывать. Не знать правды было бы намного проще. Мне не пришлось бы содрогнуться от отвращений, слушая о злодеяниях моей собственной семьи. Но если бы я не открыл эту дверь, я потерял бы все. В тот день, спустя столь долгое время, я, наконец, позволил себе увидеть в Жизель человека. Камин. А, это все еще продолжение идет. Я, может, что-то подумала, что мы вернулись. После того, как мне удалось завести ее внутрь, Жизель еще некоторое время не могла прийти в себя. Не зная, что еще я мог бы для нее сделать, я усадил ее перед камином и молча ждал, пока она плакала. Я не имел ни малейшего понятия, что обычно говорят людям, которые плачут. Приемлемо ли было предложить им теплого напитка? Сюда так и хочется Шелдона вставить. Ей-богу. Я не знал. Но я знал, что мне нужно было обдумать слова, сказанные ей, и попытаться понять их, а затем успокоиться и настроиться на беседу, которая должна была состояться и которая, я уверен, будет неприятной. Прошло немало времени, прежде чем рыдания Жизель прекратились, и на смену им пришла гнетущая тишина. Ты хоть немножко успокоилась, бедная девочка. Гораздо дольше, нежели это могло быть комфортно, единственным звуком, который мы слышали, было тихое отрезкивание огня. Мне следовало что-то сказать, я знал это, но даже не представлял, с чего начать. Я ничего не знал о том, как вести с кем-то откровенную личную беседу о мыслях и чувствах. Но это ничего не меняло. Я должен был это сделать, даже если в конце пути ждет правда, которую я был бы рад не знать. Жизель. Могла бы ты, пожалуйста, рассказать мне, что ты сделала... Нет, что с тобой сделали в доме моей семьи? Как так вышло, что ты оказалась в этом особняке? И что произошло с тобой после того, как ты ушла? Я бы хотел узнать все от начала и до конца. Вы поверите тому, что я вам расскажу? Вы прежде никогда особо не обращали внимания на меня. Я. И я очень сомневаюсь, что вы найдете приемлемым то, что я собираюсь сказать. И все же вы сможете мне поверить? Поверить моему слову, слову постороннего человека, вместо своей семьи или жителей деревни. Я пока не могу сказать. Для начала я должен услышать, что ты скажешь, прежде чем принять решение. Я полагаю, так будет лучше, нежели если бы вы сказали, что поверите мне на слово. Хорошо. Я все вам расскажу. Только знайте, что в моих словах нет ни капли лжи. Понял. Да ладно. Я уж подумала, лунная соната началась. Но это скорее вариации на ее тему, потому что звучит немножко по-другому. Жизель пересказала мне свою историю от начала и до конца. Она рассказала о том, как приняла предложение работать служанкой в доме-болинье, чтобы заработать денег для своей семьи. О том, как у моего отца Антонины были на нее иные планы. О том, что он с ней сделал. Она говорила сухо и сдержанно, просто описывая словами каждое событие, одно за другим. Хотя я уже увидел, что она испытывала глубоко внутри. Слышала ее исполненные воли-крики, которые, вне всяких сомнений, не были притворны. Я не думал, что она пытается меня обмануть. Это был звук боли от отверстых или отверстых старых ран, и даже я мог это видеть. Или, возможно, мой собственный опыт позволил мне это увидеть. Как бы там ни было, я осознал это слишком поздно. Мне стоило заметить все намного раньше. Она излагала все без эмоций, чтобы отделить себя от того, что с ней произошло, чтобы защитить себя. В этом я не сомневался. И все же, то, что она мне рассказала, было практически невыносимо, и мне было трудно принять ее слова. Что я должен был сделать, узнав о том, что мой отец насильник? Как я должен был отреагировать на это откровение? Что я должен был думать о том факте, что его кровь течет в моих живых? Я отвергал себя. Да, это непростая ситуация, даже не знаю, как вообще себя можно в ней повести. Узнай такое. вы хотите узнать все детали? Что ты имеешь ввиду? Обо всех ранах, которые он мне нанес. Я все еще ношу шрамы от вещей, которые он со мной делал. Если вы мне не верите, я могу вам их показать. Он ведь даже слово вырезал на ее кожу. Не очень приличная. Козел старый. нет, в этом нет необходимости. Понятно. Что ж, это даже хорошо. Не думаю, что смогла бы сейчас с этим справиться. Так-то на спрайте вроде нет никаких царапин, синяков. Или может быть они не на этих открытых местах, как раз так на животе где-нибудь или на бедрах. Не знаю. Я отказался от ее предложение не ради него. Я сделал это лишь потому, что я не смог бы больше этого выносить. Я отвел взгляд, чтобы себя защитить. Почему я поверил словам своей матери, кстати, кстати говоря, которая явно психически нестабильная женщина, почему он полагался на нее в самом-то деле? отвергая все, что говорила и делала Жизель. Я прекрасно знала, что моя мать более не пребывает в здравом рассудке. Так с чего я решил, что ее письмо было правдой? Почему я не мог мыслить рационально? Тут, кстати, одна из глав, как раз когда началась история про пятую дверь, так и называлась рационально и рационально. Полагаю, на это было несколько причин. Мое детство, мое прошлое, шепот ведьм, да объяснить мне кто-нибудь про шепот ведьм, уже, а? Почему его все слышат? И, помимо всего этого, моя собственная личность, поглощенная ко всему. Теперь я должен был это признать, вновь открыть глаза, дабы узреть все, что доселе не замечал, или скорее делал вид, будто не замечал. В конце концов, я тоже была отчасти повинен в ее страданиях. Пожалуйста, продолжай, если пожелаешь. Кажется, я остановилась на том месте, где госпожа узнала о том, что происходит. Меня отправили в этот особняк, дабы я искупила свои грехи. Грехи, которых она не совершала. У меня тут, оказывается, рядом с ноутбуком ползает паук, и я даже не заметила. Такими темпами, мне кажется, я перестану их бояться. Иди, пожалуйста, куда-нибудь подальше. Просто темно было, я его не заметила, а он тут ползает себе, ты посмотри, какой наглый. грехи, которые она не совершала. Было решено, что меня отправят сюда, а не казнят, как того хотела госпожа. поначалу я предположила, что по сути это будет моя личная тюрьма, но в карете по пути сюда мне вручили письмо. Письмо? От кого? В нем этого не говорилось, но ваш отец был тем, кто отправил меня сюда, поэтому я предположила, что оно было от него. Письмо было очень коротким, в нем лишь говорилось о том, что там уже кто-то обитает. Младший ребенок Боленье, более никаких подробностей там не описывалось, но в тексте содержалась просьба присмотреть за вами. Кстати, она не сохранила это письмо, она ведь могла его показать Мишелю, почему нет, еще при первой встрече. У тебя все еще есть письмо? Вот да, теперь-то он об этом вспомнил. Нет, извозчик забрал его обратно сразу же после того, как я дочитала. А, даже так. А зачем было его забирать? На мой взгляд, лишняя мера предосторожности. Однако сейчас, когда я думаю об этом, было несколько странно, что он так поступил. Это было простое, безобидное письмо. Оно было каким угодно, но только не таковым. Что? Это письмо написал не мой отец. Он верит в то, что я мертв, поэтому он искренне думал, что отсылает тебя в пустующий дом в лесном захолустье. Автор письма не мог рисковать, оставив хоть что-нибудь, позволившее предположить, что я все еще жив. То есть его существование намеренно скрывают от отца? Тогда кто? Полагаю, мой брат. Сначала вроде бы говорилось о том, что у него была сестра, но судя по бредням матери Мишеля, теперь оказывается у него еще и брат есть. Либо Дидье, либо Жорж, но я думаю, это был Дидье. Даже не один брат, судя по всему. Ваш брат? Ну, все логично, конечно, если он младший ребенок, я просто думала мало ли, дочка у них была старшая, а потом случилось и вот Мишель младший. Оказывается, дети еще были. И зачем ему? Я не знаю. Я не могу представить, для чего он написал подобное письмо или почему захотел рассказать тебе обо мне. Может, тот человек в картине это и был, один из братьев. По крайней мере, не думаю, что у него были дурные намерения то есть он попросил меня присмотреть за вами. Выглядит так, будто он беспокоится за вас. Тогда почему он не поддерживал связь? Почему он никогда не отвечал на мои письма? немного поздно. Я не 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 обращаюсь сейчас на это внимания. Пожалуйста, расскажи мне остальное. Хорошо. Жизель продолжила свою историю с того дня, когда она сбежала из-за сапника, напуганная моей поведением. Похоже, теперь она вкладывала куда больше эмоций в тон своего голоса, возможно, потому, что видела, что меня больше интересовала эта часть. Ее лицо выражало глубокую печаль, пока она описывала ту дождливную грозовую ночь, когда утратила всякую волю к жизни. И я знал, что послужило тому причиной. Затем она рассказала мне о времени, проведенном в ближайший период, о том, как поначалу жизнь там казалась просто замечательной, но со временем все начало рушиться. Естественно, ее бы не было здесь, чтобы рассказать мне об этом, не случись с ней ничего плохого. Закончив свой рассказ, Жизель спустила тяжкий протяжный вздох, будто это было тем, что она давно мне показалось, что я ощутил слабое колыхание воздуха, когда она выдохла. Это все. Вы мне верите? Я. Если нет, если вам все еще кажется, что я вас обманываю, тогда я не буду с вами спорить. Все нормально. Если это так, пожалуйста, просто убейте меня. Почему ты не рассказала мне этого раньше? Ну, а как бы она тебе рассказала? Она чувствовала стыд, боль, страх, отвращение, смущение. А ты с самого начала был к ней так холоден. С чего бы она тебе доверилась? Хоть она даже и пыталась тебе улыбаться, ты все равно вел себя как подлец временами. Я знаю, что был не особо открыт к разговорам, но если бы в тот день, когда я нашел тебя в своей комнате, ты бы мне сказала, что я ошибся, что грех лежит на моем отце, все могло бы сложиться иначе. Нож. Что? Вы держали в руке нож. Ну да, она этого испугалась. Я больше не могу выносить лезвия. После того, что случилось, они меня до смерти пугают. Лишь при виде того, как кто-то держит его в руке, я начинаю думать, что они собираются использовать его против меня. Я ничего не могу с этим поделать. Меня начинает неудержимо трясти. у меня перехватывает дыхание. Все окутывает пелена. Я не могу проронить ни слова. Я ничего не могу с этим сделать. Ах, теперь я наконец понял. Она корчилась от боли. В день, когда прибыла посылка, когда ты оттолкнула мою руку, потому что я испугалась, потому что это напомнило мне о том времени. Тогда я предположил, что она просто нервничала из-за угрызений совести. Я ощутил, как тошнота подкатывает к моему горлу от осознания того, что непрерывно сыпал соль на ее свежие раны. Каким же чертовым глупцом я был. Почему вы так на меня разозлились? Почему вы приставили ко мне нож? я не хотел, чтобы ты разнюхивала. если ты намеревалась продать информацию обо мне, я должен был убедиться в том, что сделаю все возможное, чтобы остановить тебя. И все же я убеждена, что в этом не было необходимости. Я была безоружна, я не могла отбиться, а вам не нужен был нож. Мне больше нечего терять, поэтому я скажу вам все как на духу. вы мерзавец. Но в общем-то справедливо. То, что вы сделали, было непростительным. Может, вы не причинили мне физического вреда, но вы все же ранили меня. Люди хрупкие создания, их легко ранить. Извинитесь. Что? Извинитесь передо мной. наверно сейчас впервые в жизни перед кем-то будут извиняться, хотя мало ли, про его детство мы ведь так и не знаем. Я сказала извинитесь. Мне жаль. Ну, или типа извини, потому что I'm sorry переводят и как мне жаль и извините. Минутка переводчества. еще раз от чистого сердца убедите меня в том, что вы говорите серьезно. Мне жаль. Еще, еще раз упадите на колени и прокричите, что есть силы. Но кричать-то я не буду, извините. Мне очень жаль. это что, был смех? Господи, вы такой странный человек. Странный? Ты сама сказала мне это сделать? Все произошло не так, как я предполагала. Мне казалось, что даже если мы поговорим, вы все равно будете отрицать все, что я сказала. Я не думала, что вы в самом деле выслушаете меня. Но вы это сделали. Вы выслушали и выглядели очень огорченным тем, что услышали. Я выглядел огорченным? О, да, определенно выглядели. Хотела бы я иметь зеркало, чтобы вам показать. Хоть какую-то эмоцию проявил, да, помимо злости. Я была уверена, что вы не захотите верить моим словам, но вы ни разу не обвинили меня во лжи. Вы приняли правду и извинились. Похоже, мое впечатление о вас оказалось ошибочным. Я не пыталась увидеть, кем вы были на самом деле, вместо этого убедив себя, что вы некто, кого стоит бояться. «По правде говоря, вы мне не очень нравились». Это чувство было взаимным, но по какой-то причине я больше не услышала этого. Была ли это вина? Мне тоже следует извиниться перед вами. Извиниться за что? «Я привела сюда селян. Я почти продала свою душу дьяволу. Я пыталась продать вас, чтобы спастись самой. Из-за этого мне искренне жаль». «Я не понимаю». «Что? Ах, а мне тоже нужно встать на колени?» «Нет, я не это имела в виду. Винить в ту деревню, которая незаслуженно обвинила тебя в воровстве». «Ты подходила на роль козла отпущения для настоящих воров. Они с самого начала планировали тобой воспользоваться. Может быть, Амеди, кстати, и воровал. Был одним из первых». Мишель высказывает мои мысли. «Этот Амеди, вероятно, также как-то с этим связан. Он хотел отомстить тебе за то, что ты отвергала его предложение. Вот, видите, здесь, в общем-то, несложно догадаться о мотивах того или иного персонажа. Кроме того, давая деревне единственный объект, на который они могли выплеснуть всю свою накопленную злобу, он сумел в каком-то смысле объединить их. Он использовал тебя, чтобы добиться этого. Чтобы вырваться из их ловушки, ты рассказала им обо мне. Но это было после того, как я тебе угрожал, став причиной, по которой ты сбежала отсюда. Тебе не за что извиняться. И все же, все же я очень плохо себя из-за этого чувствую. Поэтому в любом случае, примите мои извинения. Ты чрезвычайно упряма. Но теперь, когда мы оба извинились друг перед другом, мы квиты. Квиты? Квиты. мы оба ошибались. Так что мы оба извинились и простили друг друга. Она слегка улыбнулась, но все, что я мог сделать, так это просто смотреть, недолменно нахмурившись, будто глядел на какое-то причудливое сказочное состояние. тяжесть наших преступлений не была сопоставима. То, что я с ней сделал, было гораздо хуже. Более того, я сын Антонина, его кровь течет во мне. Ты можешь честно сказать, что не находишь меня отвратительным, что ты желаешь простить меня за это? Не думаю, что я сам бы смог. Будь я на ее месте, моя ненависть распространилась бы на всю на всех, с кем я когда-либо контактировала. Я могу. К тому же, вам не нужно прощения за то, что вы его сын. То, что вы состоите с кем-то в кровном родстве, не означает, что вы ответственны за их прегрешение. Вот еще одна умная мысль. Браво, девочка. Будет несправедливо винить вас за это. Ты любопытная. Что? Любопытная? По поводу чего? Нет, не в этом плане любопытная. Ты странное создание. ну, я человек, знаете ли. Да, я знаю, что ты человек. У меня от тебя голова кругом идет. Требуется помощь лекаря? Это довольно поспешный вывод. Знаете, буквально только что я была ниже некуда, а теперь снова улыбаюсь. Так странно. Я совсем не ожидала, что вообще смогу оправиться. Я был удивлен так же, как и она. Она прошла через ад, и у нее было более чем достаточно причин презирать меня, язвить, но вместо этого она улыбалась. И что самое неожиданное, увидев это, я вздохнул с облегчением. на артах он был нарисован красивее, чем на спрайте. Серьезно. Мне и правда очень хотелось бы узнать его намного раньше. Да, я убежала из особняка, испытывая к нему страх, но возможно будет у меня больше смелости. достаточно, чтобы рассказать ему правду. Может статься, он бы выслушал. Я слишком быстро утвердилась в своем поспешном впечатлении о нем. Я убедила себя в том, что он был напряженным и совершенно не проявляющим эмоций, не говоря уже о холодном взгляде. Но мужчина, стоящий передо мной, испытывал печаль, боль, горе. Или во всяком случае, на мой взгляд, складывалось такое впечатление. Мишель был таким же, как и я, простым человеком. Как бы там ни было, я еще много не знала. Я все еще не могла по большей части объяснить его поведение. А может теперь вы расскажете мне о себе? Я бы хотела узнать вас получше. Кстати говоря, было бы очень даже уместно, если бы он это сделал. что вы делаете здесь, в этом особняке, совсем один? Почему вы зовете себя проклятым? Ну, из-за внешности, теперь-то ведь очевидно. я рассказала вам все. Будет честным, если вы поступите так же. Однажды мы его историю уже выслушали, но она была нереальна, поэтому нам нужна правда. Я не собираюсь никоим образом использовать вашу информацию. У меня нет на это причин. Но ему, я так полагаю, тоже до этого не приходилось никому о себе рассказывать. Скорее потому, что либо его прятали от всех, либо просто он не думал, что это будет кому-то интересно. Или вы продолжите настойчиво проводить черту между хозяином и слугой. Вам по-прежнему кажется, что мне не нужно знать? Тихо! Ради всего святого, замолчи наконец. Ты всегда выбираешь наихудшее время. Что? Прошу прощения, что значит я всегда выбираю наихудшее время? Нет, нет, я не... Невероятно! Только я начала думать, что вы можете оказаться хорошим человеком. И кто еще это мог быть? Я разговаривал с... Ну, понимаешь, у меня такое состояние, которое заставляет выражать вслух протест моим собственным мыслям. или шепот ведьмы это такая аналогия с внутренним голосом? Вы знаете, это звучит настолько же убедительно, как и моя аллергия на людей. Прости. Чудак. Что за крест он нес? Какие секреты хранил? Может быть, правда была далеко за гранью моего понимания? И если так и было, даже если он был... Пожалуйста, расскажите мне все. Что бы вы не сказали, я не стану сомневаться в ваших словах. Я поверю вам, и я уверена, что приму все, что вы скажете. Пожалуйста. Если вы не выразите это словами, я не смогу разобраться. Я сейчас сама буду его умолять. Пожалуйста, 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 расскажи уже. Уже больше 30 серий записано. Давай. Всем так не терпится узнать. И мне в первую очередь. Хорошо. Однако, с чего же мне начать? А, как насчет проклятия? Вы в самом деле прокляты? Это трудный вопрос. Я не могу, к примеру, лишить кого-то жизни своим проклятием, могу навлечь на кого-то бедствие. Я не обладаю подобными магическими силами. Тогда выходит, то, что вы сказали снаружи, был бы лет? Это был лишь способ прогнать селян, его, я же говорила. Но вы определенно сыграли убедительно. Так получается, что вы никого не можете проклясть. Несмотря ни на что, я обычный человек. Ни больше, ни меньше. Во всяком случае, я себя считаю таковым. Другие могут не согласиться. И причина тому мое тело. ваша кожа, волосы и цвет глаз, верно? Верно. Какой же это потрясающий арт, я не могу. Аж дыхание перехватывает. Очень красиво Мишеля нарисовали. Для большинства людей при свете солнца Мишель не воспринимался кем-то нормальным. Напротив, он внушал благодовейный ужас. Мое рождение сломило мою мать, то есть она из-за этого с ума сошла. Нет, я свел ее с ума. Я не только выгляжу как нечто нечеловеческое, я к тому же слишком чувствительна к солнечному свету. Пускай немного света из окна не является большой проблемой, но я не могу находиться на улице под солнцем дольше нескольких часов. Когда она поняла, что я не могу выходить на свет, моя мать начала думать, что я одержим демона. Ну, а что еще думать, если на дворе 1099 год, правильно? Поэтому она сослала меня в этот особняк до тех пор, пока мое проклятие не будет разрушено. то есть просто на всю жизнь взяла и отправила его. Просто на всю жизнь, потому что как это проклятие может с него сойти? Он всегда будет таким и никогда не изменится. Это было 10 лет назад. Только потому, что вы отличались от них? На кону также стояла репутация семьи. Если бы другие знатные дома узнали, что они предоставляют кровь нечестивому созданию, это бы уничтожило боленье. Ты видела, как отреагировали селяне? Когда они увидели меня, то назвали демоном. Я полагаю, что слухи об особняке также сыграли свою роль. Если бы никто не думал, что дом проклят, им не пришлось бы. Я уверен, ты тоже боялась. Ты увидела меня и подумала, что я не из этого мира, что я выглядел как демо. Я думала, что вы выглядели как ангел. Что? Я подумала, что вы выглядели скорее как ангел, нежели демо. Мне никогда и в голову не приходило, что вы можете быть злым. Но теперь я понимаю ваше положение. Из-за вашей внешности вы жили совсем один в темном особняке на протяжении десяти лет. это никогда не причиняло неудобства. Они приносили мне все припасы, которые были необходимы. Вы большой лжец. Вы никогда не задумывались о том, чтобы убежать? Это не вариант. Из-за солнца? Нет, я мог бы передвигаться ночью, если бы сильно захотел. Но правда, в этом есть какая-то схожесть с вампиром. Потому что только в темноте может чувствовать себя нормально и на солнечный свет выходить боится. Потому что вредно. За мной наблюдают, дабы убедиться в том, что я не уйду. Наблюдают? Они не могут никому позволить узнать, что я жив. Особенно в имении Болинье. Если бы был, и они об этом узнали, скорее всего, меня бы убили. Если бы только я так не выделялся, тогда мне было бы проще не попадаться на глаза. Но к тому же, к тому же, я хранил маленькую надежду, как мне кажется. Надежду, что однажды смогу вернуться. Просто взять, отправить в заброшенный дом своего ребенка, думая, что он демон только из-за цвета волос, из-за цвета кожи, из-за цвета глаз. Вы можете это себе представить? Что он мог пережить? хотя сейчас я перестал надеяться. Не то, чтобы у меня когда-либо хватало воли по-настоящему добиваться этого. Понятно. Тебе тоже не нужно меня жалеть. Для меня это уже давно стало нормой. Это не то, что когда-либо должно становиться нормой. Так что это на самом деле было несколько мгновений назад. У вас ведь нет никакого состояния, из-за которого вы спорите с самим собой? Я... Пожалуйста, скажите мне... Тебе не обязательно мне верить. Вообще-то я сомневаюсь, что ты мне поверишь. Ты вправе считать, что я полностью сошел с ума. Не волнуйтесь, я хочу знать. Я могу слышать голос ведьмы. Голос ведьмы? Это началось с тех пор, как я прибыл в особняк, хотя больше никто не может его слышать. Как я и сказал, это звучит безумно. Нет, совершенно нет. Я сказала, что поверю вам, поэтому я вам верю. может ему нехорошо. Да, должно быть причина в этом. Десять лет в полном одиночестве и вы уж точно начнете слышать всякое. К тому же он выглядит очень ранимым человеком. Думая об этом с такой стороны, мне и в самом деле становится очень его жаль. Хочу ли я знать, о чем ты думаешь? Я с вами. А? Я решила. Я останусь здесь, с вами. Подожди, что? Не волнуйтесь, я буду кричать так громко, как только потребуется, чтобы вы больше не смогли слышать этот глупый ведьмин голос. Так теперь ты... Если вы услышите его снова, дайте мне знать, ясно? Вам не стоит бояться. Я никогда не говорил, что... Что бы вы не услышали, я буду здесь с вами, держа вас за руку. Что ж, мы, конечно, избрали невообразимо долгий путь, но в конце концов все получилось. Рада знакомству с вами, хозяин. Хозяин. Ну а теперь с чего же нам начать? Ах, я знаю, ужин. Вы голодны? Что мне приготовить? Придержи коней, пожалуйста. В чем дело? Если у вас есть особое пожелание, я с радостью его выполню. Ты в самом деле намереваешься вновь здесь остаться после того, что случилось в последний раз. Из-за того, что случилось. Благодаря этому мы наконец смогли узнать себя настоящих. Я хочу, чтобы мы вновь попытались начать сначала. И на этот раз действительно были более внимательными к чувствам друг друга. Это обещание, хозяин. Хорошо. Я ведь могу остаться здесь, верно? я не против. Хе, рада это слышать. Скажи. Да, хозяин. Если тебе когда-нибудь что-то от меня понадобится, ты могла бы выразить это словами? Я сомневаюсь в том, что у меня есть способность понимать намеки. Поняла? тогда вот кое-что с чего можно начать. Что скажете, если мы откроем некоторые из этих окон? Открыть окна? Да, нам не обязательно это делать, если вы считаете, что это причинит вам неудобства, но было бы замечательно, но здесь немного светлее. в этом доме темно как в пещере, и я бы хотела положить этому конец. Я не был тем, кто заколотил окна. Правда? Они были такими, когда я прибыл сюда. Это казалось весьма подходящим местом, чтобы закрыть меня здесь. Хоть я и чувствителен к свету, но, как я и говорил, немного солнца, проникающего сквозь окна, не должно стать проблемой. Хорошо, тогда могу ли я попросить вас помочь мне открыть их? Давайте вдвоем сделаем это место светлее. Ох, на самом деле я долго-долго ждала, когда эта сцена уже закончится, потому что целый час прошел, но все читаем и читаем и читаем. Давайте-ка, наверное, будем уже заканчивать. Но вот еще спустя несколько мгновений тишины мешают вероятно кивнул. Хоть мы не могли ничего сделать с теми окнами, что были заколочены, мы вдвоем открыли те, которые были просто закрыты на прожаревшей ставле. Стоило нам распахнуть первое окно, как поток яркого света, прекрасный, словно нечто, чего я никогда прежде не видела. Заполнил темные залы особняка. Да, на этом моменте все-таки прервемся и то, что осталось, дочитаем уже в следующих сериях. И, наверное, обсудим все там же. Большое спасибо, что смотрели. Не забывайте смотреть и другие видео на нашем канале. всем всего хорошего и до скорых встреч вновь.